приветствую всех меня зовут виктор вольный я веду канал вольные люди сопротивления раньше он назывался targeted individuals теперь пришлось провести такой маленький ребрендинг и по-новому назвать потому как пришлось также делать другие группы более общего назначения в которых в общем информации и новости для обычных людей и в этих группах и я также делюсь информацией незаконных опытах и о таком явлении как пси-террор сам я также являюсь жертвой незаконных опытов за границей это называется targeted individuals у нас же в странах снг это называется пси-террор сегодня я хотел бы рассказать вам о том что случилось когда я вышел на прогулку и что собственно происходит каждый день у меня дома и так начать я хотел с прогулки и рассказать вам о том что происходит ну когда обычно выбираешься куда-то погулять то есть я раньше записывал видео вы можете найти их на моем канале в ю тубе они называются пси-террор влог виктор вольный из минска и там насколько помню 8 частей и так с того времени меня изрядно покалечили уже так что ходить я стал с тростью вот но с другой стороны это хорошо потому как они постоянно не дают ходить и стреляют по ногам но так как я с тростью то есть я могу идти медленно и как бы не волноваться о том что я буду выглядеть как-то нелепо или еще как то то есть я сейчас выгляжу уже точно как инвалид вот то есть иду я медленно и ковыляю они то есть как только выходишь из дома начинают повсеместно стрелять по ногам не только электромагнитными импульсами но и постоянно опыляют специальные химии со расстояния так что в ногах появляется весьма ощутимая слабость то есть идти становится тяжело а плюс еще когда ну начинается долбежку по ногам то вообще идти практически невозможно раньше они пользовались этим и когда я ходил без трости то не давали даже донести продукты из магазина то есть я шел с большим трудом и ну то есть можно сказать практически не падал вот они в это время открыто издевались и постоянно рядом подвозили всякие скорые то есть на случай если я там споткнусь упаду и не смогу дойти до дома вот сейчас же как бы я уже могу вполне себе спокойно ковылять и не бояться о том что я там выгляжу как то неправильно дело в том что для них также важно сделать имидж жертвы как наркомана там и какого-то антисоциального человека и вот если например я ходил без трости то это бы но было похоже на человека который там пьяный там или еще что то благодаря тому что я как бы стал полноценным инвалидом то есть они уже не могут вот так вот натравить там своих людей каких-то которые постоянно за мной бегают другие же люди которые постоянно ухлёстывают за жертвами это отдельный разговор и могу сказать что они подговаривают целый район ищут людей кому это интересно например говорят что человек там наркоман и есть всякие группы которые следят за наркоманами то есть объявляют тебя что ты там какой-то закладчик или еще кто-то и в итоге выходишь только из дома за тобой всякие молодчики начинают следить в основном это всякие подростки дети то есть там не знаю может лет по 18 20 там но не старше 25 они постоянно за тобой лазят то есть но иногда старики даже какие-то подключаются то есть но в основном вся движуха идет у тебя на районе то есть они как бы получили какую-то установку там не знаю что ты наркоман и что тебя нужно как-то подловить на каких-то закладках либо еще на чем-то на каком-то преступлении и они все время за тобой значит ходят и следят и записывают тебя аккуратно на телефон итак когда я только выхожу на улицу я пытаюсь поскорее убраться из своего района потому как там но но самый большой обстрел и самая большая обработка вот их этой химии можно сказать что они используют какую-то химию которая похожа на обычный воздух но дело в том что она по температуре не как обычный воздух то есть она намного более холодная и вот например дома когда открываешь окна то сразу чувствуется такой нереальный холодный воздух вот такой же воздух то есть у меня возле дома ну и вообще в приближенных местах там на районе где я раньше гулял да но стоит только куда-то отойти в более людное место как этот воздух сразу же пропадает что также говорит о том что это как бы искусственная какая-то химия после которой начинается слабость в общем и хочется спать там и то есть то что им нужно для их как бы опыта для их воздействия то есть чтобы жертва была в состоянии овощи но также они для этого долбят постоянно по башке электромагнитными импульсами и не дают никуда особо сходить стреляя по ногам значит как только я ухожу куда-то подальше от дома они начинают все равно как бы за мной следить и бывает такое что я там пройдусь ну какой километр там где-то может больше может меньше нормально то есть без обстрела без ничего но через какое-то время они они снова как бы начинают выставлять свои машины там и как понимаю там какие-то мини установки конечно не так как дома там долбежка такая потому что дома пляж ко всему они здесь вот как вы можете видеть здесь идут у меня постоянные стройки сзади дома там повсюду строили стройки тоже там всякие у них вагончики свои они там тоже держат эти излучатели это оборудование и они вот этими звуками строительных работ значит прикрывают вот эти странные звуки излучения плюс ко всему могут также и звуком долбить не ну в основном они конечно электромагнитными импульсами то есть долбят это как бы не требует особых затрат и как бы это невидимое и практически не оставляет следов то есть можете загуглить в интернете там нелетальное оружие то есть давно им пользуются военные под электромагнитным лучом человек не может долго находиться он чувствует там жар там часто уже остаются какие-то следы на теле там ожоги и вот под этим лучом то есть у тебя сразу возникает желание там скрыться что им так же на руку потому что они когда дома сидишь на одном месте постоянно тебя облучают и от этого страдает нервная система то есть они пытаются так же чтобы человек ничего не доказал выставить его сумасшедшим потому что это оружие оно давно существует им пользуется чтобы там расквитаться с кем то там не знаю какие то долги быть может вернуть которые задолжали там бандюги им повсеместно пользуется то есть это там армия там во время всяких демонстраций но люди как бы ну не хотят верить в очевидное что уже давно как бы правительство их не чисто на руку и использует это для своих каких-то целей и что так же над людьми проводятся незаконные опыты ты стал неугодным системе то есть причин может быть множество как например то что ты сделал какую-то операцию где те там поставили какие-то чипы незаконные да то есть ну ладно многие из вас я знаю не поверят в это но так же многие люди пишут что за ними слежка которые обычные оппозиционеры вот я так же оппозиционер я раньше за двоих оппозиционных кандидатов как бы собирал подписи стоял на пикетах то есть был даже координатором можно сказать и у меня были свои люди там своя команда ну я не знаю как это связано но думаю что связано потому что я уже давно выступаю как бы против правительства я знаю о его продажности я знаю о коррупции ну знаю всю подноготную но много людей которые вот так вот не боятся говорить правду они попадают в эти списки называются это так же списки террористов человек объявляется террористом и помимо того что его там как я говорил ранее могли например сделать для всяких банд формирований там районных городских там наркоманом либо еще какой-то антисоциальной личностью также он для ментов например для спецслужб становится террористом и они как бы в открытую то есть ну можно сказать это такой обман но развязывает им руки человека пытать и они будут в тебя стрелять вот этим вот оружием электромагнитным и для них ну для обманутых людей это будет чистая совесть например им там скажут что у тебя нужно выпытать какую-то там тайну либо там тебя расколоть либо еще что-то ну в общем голь на выдумку хитра и они придумывают что-то чтобы обмануть там своих людей ну конечно есть люди которые знают правду что человек ничего не совершил там да но есть люди не сведущие в этом и для них конечно пойдут в ход всякие истории насчет это еще я хотел бы рассказать что было сегодня так как они устроили вот здесь вот где вы можете видеть стройку еще сзади дома тоже стройка сколько то они как бы шумели во всю целый день да а во время этого шума меня начинали долбить электромагнитными импульсами да что очень сильно раскачивают нервную систему и они хотели а дело в том что построиться так под звуки а чтобы я подумал что это мой какой-то гнев на звуки что меня не устраивают там шумы и вот это что например там трактор там колотит чем-то там что сосед постоянно там что-то стучал чем-то дал бил там ремонт делал они хотели сделать в общем меня виноватым в том что я так плохо значит такой плохой человек и так остро реагирую на эти звуки ну могу сказать что явно видно что это идет излучение извне и что ну вообще прикладывались капитально там по голове там по всем остальным органам но чтобы разогнать нервную систему там стреляли по сердцу там то есть сразу создавалась аритмия и вообще нервная система раздрай полный делали и вот получается когда я сижу там чем-то занимаюсь у меня открыты окна и слышно там как что-то пилят там что-то долбят там строители трактора ездят ну и вот строители начинают там что-то чем-то стучать и меня в этот момент начинают сильно там колбасить по башке по другим органам вот ну так чтобы я думал что это мое да но все равно какой-то бред потому что видно что это не мое что это стрельба идет извне вот зачем они так делают для меня до сих пор то есть загадка в общем они хотят чтобы человек вышел из себя и начал там что-то возникать там то есть обычно во время их долбежки электромагнитными импульсами начинает там сосед сверху или снизу стучать делать какой-то ремонт и часто это во время когда ремонт уже делать нельзя и они значит начинают меня долбить в это время сосед стучать и все это вынуждает к тому что я например сорвусь на соседа что я там побегу на разборки там или еще на что-то а у соседа уже приготовлена речь да там камера чтобы сделать меня дураком ну и вот так вот они как бы постоянно берут на этом ну как бы столько времени прошло уже я уже больше шести лет как бы нахожусь вот под пси-террором под незаконными опытами то есть это происходит практически каждый день без остановки а они все равно хотят можно сказать меня так вот обмануть и выставить дураком там что я там побегу на разборки там или еще на что-то когда у меня там нервная система расшатана из-за их стрельбы и могу сказать что расшатывается она капитально потому что они не просто стреляют они также и пользуются спецхимией когда ты начинаешь даже проветривать они каким-то образом начинают прямо в окно тебе ее задувать ну как бы сейчас в наше время с геоинженерией там думаю это не проблема там создать искусственный воздух там возможно какие-то воздуходувки у них есть там или еще что-то но они капитально задувают вот эту вот химию она намного холоднее чем обычный воздух ну можно различить и после нее также слабость и плюс их долбежкой все это как бы нервную систему садит капитально пусть это будет первая часть я потом буду снимать продолжение дело в том что я после прогулки вернулся с отравлением так же меня тут на выходных они постоянно развлекаются тут и ремонт был в субботу и строители и все что только можно они они со всех сторон в меня стреляли там долбили и сейчас совсем нет сил на видео в общем пусть это будет конец первой части я потом обязательно продолжу и запишу продолжение спасибо было